Перевод и дубляж подготовлен студией Гильдия Привет, я Джесс Финстер, директор сообщества, и я нахожусь здесь, в Bethesda Game Studios, где команда усердно работает над Старфилд. Я просто хочу сказать, как мы все благодарны за все отзывы, поддержку и вопросы, которыми вы делились с нами на Reddit, Discord и Twitter. Итак, мы хотели воспользоваться моментом, чтобы ответить на некоторые из этих вопросов в нашей новой серии. Поэтому, давайте начнем. Первое, что мы хотим знать, это что вдохновило Старфилд. О, знаете ли, так много всего. Я думаю, что главный из них, так что я собираюсь вернуться немного в прошлое. Первый из них — Сандог, удивительная игра. Это что-то вроде научно-фантастической игры, когда Ультимус еще не было, а интерфейс не анализировался. И это одна из первых игр, в которые вы перемещаете объекты и собираете их вместе. Но отличная игра, в которой у вас был собственный корабль, и вы могли исследовать окрестности, мне она очень понравилась. Еще одна своего рода ролевая игра с ручкой и бумагой в то время, когда DSD становилась популярной. Это игра Traveler. Traveler был немного более строгой научной фантастикой. Другое дело, что это одна из первых игр, которые я запрограммировал на Apple II в то время. Я очень хотел сделать игру про путешественников. Кроме того, я впервые понял, что у компьютеров есть память, которой может не хватить. Я уже вижу комментарии. Люди говорят, ваши компьютеры работают без памяти уже 40 лет. Но это легкий комментарий для всех. Ты можешь лучше. Но это большие проблемы, возвращающие нас к тем старым ролевым играм, которые мы любили. И, эй, можем ли мы сделать что-то подобное сегодняшними компьютерами, консолями и так далее? Вы упомянули жесткий космос или жесткую научную фантастику. Я знаю, что это один из вопросов, который горячо обсуждался в сообществе. Считается ли Starfield жесткой научной фантастикой? Я никогда не знаю точно. Типа, потому что это всегда похоже на то, что они думают, если ты скажешь да или нет. Я думаю, что это сложнее для нас. Тяжелая научная фантастика, где можно привести черту от «Ладно, вот что...» Вот как человек исследовал космос. И вы можете, например, даже посмотреть на наши корабли и сказать «Ладно, в этом есть что-то, вы знаете». Визуальная идентификация возвращает нас к этому. Но это вопрос ловушка, потому что это видеоигра, верно? Как в жесткой научной фантастической видеоигре было бы «Ты умрешь в холодном космосе», знаете ли? Хороший пример. Мы действительно интересовались топливом и тем, как работает гравитационный двигатель. И вроде я читаю статьи по квантовой физике, и знаете ли, как искривляется пространство перед вами. На самом деле не пространство искривляется, вы искривляете пространство навстречу. Вы приближаете пространство к себе. Итак, мы поиграли с этим и стали очень наказывать игрока. У вашего корабля заканчивается топливо, и игра просто останавливается. Вы просто хотите вернуться к тому, что вы делали. Итак, мы недавно изменили подход, теперь топливо на вашем корабле и гравитационный двигатель ограничены. Как далеко вы можете улететь за один прыжок, но топливо не заканчивается. Возможно, будет обновление или мод, который позволит это сделать. Но это то, чем мы сейчас занимаемся. Участники Constellation в восторге от кастомизации персонажей и особенностей игры. Можете ли вы рассказать больше о том, что игроки испытают с особенностями персонажа? Мне нравится наш список черт, это очень весело, но каждый из них, очевидно, также несет в себе какой-то негатив. И у нас есть способ в игре, вид деятельности или квест, который вы можете выполнить, чтобы удалить эту черту. В отличие от «Мне не нравится мой персонаж, и я хочу начать сначала». Каждая из них похожа на то, что вы можете решить, чтобы удалить свою черту до конца вашего прохождения. Последний вопрос. У нас есть проверки речи и диалогов, которые отражают силу убеждения вашего персонажа. Вы хотите расширить это вообще? Да, смотрите, мы сделали много разных диалоговых систем. Мы вернулись к своего рода, я бы назвал это классическим диалогом в стиле Бетезда, где вы смотрите на персонажа и на то, как он выражает эмоции, и у вас есть ряд вариантов ответов. Масштабы игры и количество контента, который мы делаем, немного больше, чем мы делали раньше с точки зрения квестов и тому подобного. Но глубина некоторых вещей с диалогами, мы только что прошли 250 тысяч строк. Так что это много диалогов, но мы прошли через это, и влияние действительно есть, и это включает в себя мою любимую систему речевого убеждения. Кажется, что это часть диалога, но вы тратите баллы, чтобы убедить их. Чувствует себя естественно, не то, чтобы я вошел в какой-то другой режим, где мы не... Я не веду обычный диалог, я в этом режиме убеждаю вас получить то, что я хочу. Вот и все вопросы, которые у меня были на сегодня. Да, это было здорово. Вы знаете, все там, вы знаете, продолжайте в том же духе. Мы действительно все это читаем. Кроме того, мы с нетерпением ждем возможности показать вам больше из игры в будущем. Спасибо всем за внимание. Это все, что у нас есть на сегодня. Но не забывайте, что вы можете отправить свои вопросы по хэштегу ниже. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова